Всем добрый день! В данном видео мы продемонстрируем процесс установки Clicksense на одноузловом сайте, а также покажем, как активировать лицензию Clicksense методом SLK. В первую очередь необходимо проверить свойства целевой системы на соответствие требованиям для установки Clicksense. Все эти требования перечислены и подробно описаны на сайте helpclick.com. Ссылка на требования указана в описании к видео. Обратите внимание на то, что требования к разным версиям Clicksense могут отличаться, поэтому обязательно сверяйтесь с требованием к той версии, которую вы устанавливаете. Мы рекомендуем всегда устанавливать самую последнюю версию приложения. Для того, чтобы приступить к установке, необходимо скачать файл установщик Clicksense с сайта click.com. На сайте нужно авторизоваться под той учетной записью, которая привязана к клиентскому аккаунту Clicksense. Зайдите в раздел поддержка и выберите опцию загрузки. Если у вас на экране отображается интерфейс страницы, отличная от того, что продемонстрировано в видео, значит ваша учетная запись не привязана к клиентскому аккаунту. В этом случае вам необходимо связаться с вашим менеджером с просьбой привязать учетную запись. Далее, используя фильтры, находим последнюю версию Clicksense и скачиваем файл установщик. В то время, пока скачивается файл, давайте создадим паунтку с общим доступом, в которой будут храниться элементы контента Clicksense. Для этого создаем локальную папку и выбираем опцию открыть доступ отдельным пользователям. Далее выбираем пользователя с правами администратора, под которым мы планируем запускать все службы Clicksense и открываем ему доступ к чтению и записи данных, после чего нажимаем кнопку поделиться. Папка создана и теперь мы готовы приступить непосредственно к установке. Запускаем файл и нажимаем кнопку установки. Принимаем лицензионное соглашение и следуем далее. На данном экране необходимо выбрать одну из опций, создать новый кластер или присоединиться к существующему. Поскольку мы устанавливаем Clicksense на одном узле, выберите опцию создать кластер. На экране hostname введите имя компьютера, на который вы устанавливаете Clicksense. В некоторых случаях поле ввода заполняется автоматически, однако мы рекомендуем проверять корректность введенных данных. Для этого зайдите в свойства компьютера и скопируйте имя машины, после чего вставьте его в поле ввода. На следующем экране поставьте флажок установки локальной базы данных. Придумайте пароль для пользователя базы данных, после чего продублируйте пароль и следуйте далее. При установке Clicksense обязательно сохраняйте все создаваемые пароли в отдельном файле. Следующий этап установки позволяет осуществить расширенные настройки базы данных. В данном случае дополнительные настройки не требуются, поэтому оставляем настройки без изменений и перейдем к следующему этапу. Теперь необходимо внести данные учетной записи, под которые будут запускаться все службы Clicksense. Учетная запись должна обладать правами администратора и иметь доступ к общей папке, которую мы создали ранее. Обратите внимание, что имя пользователя должно быть указано вместе с доменом. Далее на экране расположено поле ввода пути к папке с общим доступом. Скопируйте сетевой путь к папке на вкладке доступ или sharing и укажите в строке ввода. Автоматически будут созданы пути к папкам для хранения различного контента. При необходимости эти пути вы можете изменить, но в данном случае мы оставим их без изменений. Следующий этап установки предлагает настроить введение журналов обновления приложений. Вы можете создать новую базу данных или настроить сохранение журнала в существующую базу. Мы будем создавать новую базу. Теперь необходимо создать пароли для пользователей, которые будут иметь доступ к базе. Не забывайте сохранять создаваемые пароли. На следующем этапе определите место, куда будет установлен кликсенс. По умолчанию это диск С. Далее придумайте пароль для суперпользователя репозитория базы данных. Подтвердите пароль и нажмите «Далее». Опции на данном экране вы можете выбрать по своему желанию. В данном случае мы оставляем флажок создания ярлыка на рабочем столе, а также запускаем службы кликсенс после завершения установки. Также рекомендуется установить бандлы, которые представляют собой дополнительные визуальные объекты, которые вы в дальнейшем сможете использовать в своих аналитических отчетах. Флажок опции отправки данных для улучшения продукта оставьте на свое усмотрение. Если вы приняли решение установить дополнительные элементы визуализации, примите лицензионное соглашение для их установки. Далее нажмите кнопку «Установить». Дождитесь завершения установки. В некоторых случаях кнопка кликсенс менеджмент консоль станет доступна не сразу, а через некоторое время. Дождитесь, когда она станет доступна, и откройте консоль управления кликсенс. Обратите внимание, что пользователь, под которым консоль будет открыта впервые, автоматически получит права root админа. Мы будем использовать данные учетной записи, под которые будут запускаться службы кликсенс. Это та учетная запись, данные которой мы вводили при установке. Теперь нам необходимо активировать лицензии кликсенс. Мы реализуем этот процесс, используя SLK, поскольку этот способ активации поддерживает полнофункциональную работу сайту кликсенс. Обратите внимание, что для этого способа на вашем компьютере должен быть постоянный доступ в интернет, как минимум к сайту licenseclickcloud.com по порту 443. Это необходимо для получения лицензионной информации. Полная ссылка на сайт указана в описании к видео. Если вы не можете предоставить доступ к интернету или не можете активировать лицензии данным способом по другим причинам, воспользуйтесь опцией активации с использованием серийного и контрольного номеров, которые доступны на данной странице. Учитывайте, что при использовании этого способа активации некоторые функции кликсенс вам будут недоступны. Для активации лицензии введите SLK в окно ввода и нажмите кнопку «Применить». При успешной активации вы увидите на экране соответствующее информационное сообщение. Далее, для того, чтобы выдать пользователям активированные лицензии, вам необходимо добавить пользователей в кликсенс. Если вы хотите использовать локальные учетные записи машины, на которые был установлен кликсенс, вам необходимо создать эти учетные записи. Если же вы будете использовать доменные учетные записи, их можно добавить, используя User Directory Connector. Необходимо создать новый элемент Active Directory и заполнить необходимые параметры. Если вы хотите загрузить всех пользователей, снимите флажок с данной опции. Если же необходимо, чтобы обновлялась информация только по существующим пользователям, оставьте флажок активным. После добавления пользователей вы можете назначить им лицензии профессиональной или типа Analyzer. Для этого выберите соответствующий раздел назначения лицензий, нажмите кнопку «Allocate» и выберите списка пользователя, которому необходимо назначить лицензию. Когда вы используете все доступные лицензии, кнопка «Allocate» станет недоступна. Вы можете забрать лицензию у одного из пользователей, выбрав его имя в списке и нажав кнопку «Delocate», после чего назначить освободившуюся лицензию другому пользователю. После назначения лицензии вы можете проверить, что хаб ClickSense, то есть пространство работы, стал доступным для пользователя, получившего лицензию. На этом этап подготовки завершен, и вы можете приступать к разработке своих приложений ClickSense. Надеюсь, данное видео было вам полезным, а я с вами прощаюсь. Всего доброго!